Сегодня на обзоре тонометр от фирмы A&D, модель UA705. Вот я как выбирал, остановился именно на полуавтоматах, так как они не особо-то и дорогие, и как бы батарейку не так же можешь сам накачать. Ну а те, что автоматы, там цена вообще в разы зашкаливает вверх. Короче, в 2-3 стоимости, а то и в 4 дороже, чем полуавтоматы. А тонометры такие на запястье, которые идут вот сюда, они не точные. Они, короче, показания у них всегда плавают. И потому я остановился именно на полуавтоматах. Питается оно батарейки AA. Кстати, вижу здесь как подпружинено, как бы. Берешь, одна батарейка, тут у меня на лупу я поставил, ее хватает реально, ну, я думал, что будет хватать где-то, может быть месяца 3, ее хватает, ну, около года. Меряем давление очень часто. Я мамке меряю где-то, может быть, раз в день точно я меряю ей давление. Почти каждый день. То, что батарейка так не расходуется, это из-за того, что полуавтомат, как бы, ты сам накачиваешь энергией батареек, не уходит на насос, вот это, что качает. То есть, в этом тоже есть свои плюсы. Включаем нипочкой. Вот единственное, у меня был один такой, как бы, претензия. Вот здесь есть, видишь, батарейка, показывает, как бы, целое. Потом она где-то, через полгода у меня показывает 2 деления, и на этих двух делениях так и осталось. И у меня, знаешь, я думаю, блин, чё, вот я как включаю, видишь, сейчас он хорошо включается и выключается. А тогда, как бы, чтобы его включить, нужно было конкретно так дожимать, и я его разбирал, и, как бы, смазывал ВДшкой вот эту кнопочку. Там такая мини-кнопочка. Я думал, что, может быть, контакт, знаешь, потерялся. Оказывается, это всё из-за батарейки. То есть, нужно было просто батарейку, я там зарядил, вот это же у меня аккумулятор. Ну, и тогда она уже нормально начала включаться и выключаться. То есть, в этом есть такой недостаток. Из таких особенностей, вот смотри, мы его включаем, и он показывает среднее давление, как бы, последний, по-моему, 10. А память у него, или последние 30, у него есть память на 30 показаний. И он средний берёт или за 10, или за эти 30. Короче, функция это вообще бесполезная. Я раньше думал, может быть, я буду ей пользоваться. Лучше бы сделали, чтобы он показывал последнее значение, было бы только круче. То есть, вот я его включил, и последнее давление, которое мы мерили, например, утром, он будет показывать здесь, чтобы я не запоминал, какое там было до этого. А ещё лучше всего, вот когда я выбирал его, мне тоже там в форуме советовали, берите такой, как бы, тонометр, который будет мерить. Вот ты меряешь раз давление померил, второй раз, третий, и он из этих трёх измерений берёт среднее и выводит тебе на экран. То есть, это было бы вообще бомба. Я что-то думал, может быть, у него такое есть, но у него такого нет. У него за 30 показаний это вообще ни к чему. И зачем человеку смотреть, если его давление часто проявит, то вверх, то вниз. За 30 показаний, то есть за 2 недели среднее давление, это совсем не нужно. Также у него есть бипер, то есть, когда ты накачал давление, он меряет давление под такт твоего сердца, короче, бипер начинает пикать так. Пик, пик, пик. И это моя мамка очень раздражало, и только из этого звука у неё бывало повышалось давление, тахикардия. Мне пришлось отрезать питание, разбираешь, короче, его в середине, там, где идёт на бипер, такая, как бы, монетка. Просто питание на него подрезал, один проводок, и всё. То есть, это тоже никчёмная функция, она никому не нужна. Вот это вот его оригинальная груша, проработала у меня около двух лет, и после этого она становится очень дубовой. То есть, ты качаешь её, и она практически не возвращается. Вот эта, видишь, груша, она такая, как мягенькая. А эта, раз, она дубовая, и она, видишь, очень миленно возвращается. Я тоже там её смазывал силиконовой смазкой. Также можно глицерином его отварить. На какое-то время оно помогает, а потом оно опять становится дубовое. Также я её брал, помню, варил, в нитроглицерин заворачивал, в нашатырный спирт. И в нашатыре, вот так вот, завёрнутом в пакет, она у меня лежала некоторое время. Но, опять же, это помогает, но совсем ненадолго. Через некоторое время она опять становится дубовой. И, что интересно, гарантия на вот эти вот вещи не действует. Хотя, написано на коробке гарантия 5 лет. Я был в сервисном центре, и мне сказали, что гарантия идёт только на внутреннюю электронику. То есть, вот эти все платки, которые в середине, там такая одна миниатюрная милипендрическая платка. С такой ляпкой. Ну, типа микросхема, залита компаундом. И всё. На вот эти все резинки, на манжету, это всё дополнительно докупать. Кстати, чтобы подольше у тебя прожило вот эти все резины, желательно не ложить их под прямые лучи солнца. Я вот, видишь, этого не делал. У меня, может быть, из-за этого и задубело. Хотя, я сомневаюсь. Мне кажется, у всех 2 года она проработает, у нас станет дубовой. Вот даже вот посмотреть. Вот это оригинальное. Резинка. Она нигде не потрескалась нормально. Только груша, короче. А вот это уже я покупал. Вместе с вот этой грушей. Кстати, груша стоит плюс это, где-то половину тонометра стоимости. Вот так-то. Причём это я брал какой-то вообще китайский ноунейм. Уже где-то полгода им пользуюсь. И он, смотри, даже немного больше по размеру. Это хорошо, потому что больше воздуха качаешь. Меньше нужно качать. Этим же, чтобы накачать. Ну, сам человек, например, мамка моя не может накачать. Вот так вот. И когда она лежала в больнице, ей тоже по палате подруги не могли накачать. Потому что она очень жёсткая и очень медленно качает. Чтобы накачать его реально высоко, то нереально. Вот этим это сделать легче, конечно. Но он отличается от такой китайский ноунейм. Где-то от 200 грима у меня обошёлся вот эта груша с вот этим вот. То есть у меня манжета пропускала. Я взял манжету и грушу. Такой вроде все китайский ноунейм. Но ничего, смотри, не пропускают. Нормально. Здесь в середине какая-то штукенция такая резиновая. В общем, самое главное не ложить его на подоконнике. Это у мамки она ложила на подоконник в больнице. Вот так вот прям ложила. Катру ничем не закрывала. Она на солнце всё время лежала. И может быть поэтому была такая маленькая дырочка. Кстати, как проверить? В сервисе мне брали на бутылку полторочку. Он вот так одевает и накачивает. И смотрит ли она там не начинает пропускать. Так что можно самой проверить. Я уже думал, может молекулярным клеем там знаешь, что там в принципе дырочка заклеить можно было. Ну, в общем, взял новый. Давай же попробуем поверить давление. Для чего всё-таки этот тонометр и нужен. Одеваем. Чтобы вот этот как бы шланг был приблизительно вот здесь у тебя на венах. Чуть-чуть выше. Включаем. Он включается. Показывает сначала вниз. Типа сдуйте. Я сдуваю. И теперь начинаем качать. Положим руку. Чем больше у тебя давления, я заметил, тем больше тебе нужно накачивать. Ну, я знаю, что у меня давление не особо высокое. И я смотрю, как он начинает. И знаешь, что заметил? Чем он выше начинает считать сразу же, тем сразу же можно понять, что у тебя давление более-менее высокое. Сейчас я смотрю у меня бип. Бика я часто. Может потому, что я снимаю видео. Я когда снимаю видео, я всегда нервничаю. Ну, мне жарко становится. Не знаю, что. Не могу управлять, но это никак. Ну, в общем, видишь, немного повыше. У меня 32 на 91 и 84 удара в секунду. Сдуваем. И вот наше давление. А когда у тебя высокое давление, у меня мамки, когда были приступы, то у неё бывает где-то 80 на 120. То тогда нужно накачивать не до 200, как я сейчас накачивал. Ну, вот с таким давлением можно качать до 170 спокойно. 170-180. Когда у тебя высокое давление, то тебе надо уже накачивать 200-220. Потому что если ты накачаешь меньше, ну, 200 где-то я помню, качал. Он показывает здесь R. То есть, error. Ошибка. Он не может посчитать. Ему не хватает как бы запаса вот этого, чтобы посчитать это давление высокое. И, кстати, та же проблема с автоматами. Те, которые автоматически накачивают насос. Он как бы под среднее давление качает. А если у тебя сильно высокое давление, он не накачивает высоко. То есть, если у тебя часто повышается давление, и нужно его посчитать, то лучше брать, конечно, полуавтомат, когда ты сам в мануальном режиме можешь накачать себе сколько ты хочешь. Вообще он разбирается просто. Так снимается. Здесь я спустя некоторое время, там, ну, раз в год где-то я его снимаю, промываю внутри. Также вот эту штучку тоже это у меня было здесь. Видишь, сюда попадает там сеточка, она индичная. Здесь не видно или есть сеточка. Ну, должна быть какая-то. Попадает всякая пылючка немного. Оно большую пыль задерживает, но мелкая все равно попадает. И мне кажется, это может как-то влиять на датчик. И я его промываю водой, даю высохнуть. И заново все собираешь. Это все делается довольно просто. Также здесь одевается просто. То есть, такая как профилактика. Меня подкупило, конечно, что это как бы Токио, Япония, там все. АНД, контора хорошая. Кстати, Амрон тоже неплохая. Амрон тоже советую брать. Она тоже неплохо себя показывает. Есть такие вот резиночки, которые, кстати, не отлепились за столько лет использований, что есть хорошо. Он у меня неоднократно падал. Тут есть такие небольшие царапины. Все время я его вожу с собой, когда мы одеты с мамкой на обследование. Идем. И он как бы царапается. Но вещь хорошенькая. Я бы не сказал, чтобы такого прям, что я ей недовольный. Я пользуюсь ей лет, ну, около пяти лет, наверное, я уже его юзаю. И проблем не было. Ну, разве что те, которые я описал. Пока вот, что меня немного раздражает, это хотелось бы вот эту кнопочку сделать, чтобы она как бы, ну, не видишь, она как бы шуршит. Это, я считаю, такой, ну, небольшой недостаток. И так же, вот, моя мамка сама себе не может померить давление. Она как бы начинает себе мерить давление, у нее сразу же, как бы, повышается само по себе тахикардия идет. Ну, сердцебиение учащается. Но это относится ко всем полуавтоматам. И, как бы, может быть, в этом случае было бы целесообразнее брать автомат. Но пока мы обходимся так, и все у всех устраивает. Тут есть, как бы, зеленая зона, она, по-моему, идет до 130. Вот 130 идет желтая, и выше от 140 уже идет красная зона. Он сам тебе это покажет. Также здесь есть аритмию, он вроде показывает. Вот здесь есть такое, как бы, сердечко, не знаю, или видно. Ну, как бы, оно не подсвечено сейчас. Такое сердечко, и по сторонам, такие, как, скобочки. Но она ни разу не показывала. Наверное, у мамки моей нет аритмии. Ну, и, в принципе, все. Самое главное, что она показывает. Пульс, верхнее, нижнее давление. И довольно точно. Но я замечал всегда, когда ты меряешь давление, первое давление у тебя будет немного выше, чем второе. Второе будет немного ниже, и третье будет еще чуть-чуть ниже. Там буквально на доле, там, если 120 было, будет 118 или 117. То есть, это можно отнести даже к погрешности. Но это я объясняю так, что когда ты вену накачиваешь, вот, первый раз ты ее накачал, сжал, потом разжал, то он опять ее сжал. Как бы, эластичность у нее уже, она, как бы, немного будет сжата, и просто из-за этого он будет немного показывать другое давление. И именно поэтому, в следующий раз, если бы я буду брать тонометр, я обязательно буду искать такую модель, которая будет делать три показателя. Вот я три раза померил, и из них, из трех, берет средние и выводит мне на экран. Вот эта функция была бы для меня очень востребовательной. В этом тонометре есть средние только за 30 давлений, или за 10 давлений. То есть, она, как бы, и совсем и не нужна для этого. У него есть еще автоотключение. Это очень, кстати, полезно. Вот, когда я мамки, по мере, и бывает давление, накачаю, накачаю, и побегу куда-то себе в комнату, вот там что-то делать, свои дела. То он сам померяет, мамка посмотрит, собьет, и можно даже его не выключать. Через некоторое время он сам пойдет, как бы, в автосейв-мод, сберегательный режим. Это хорошо. Ну вот, нужно учитывать, что вот эти манжеты живут недолго. Если за ними, разве что, следите, не ложить на прямые солнечные лучи. Недостаток, я уже говорил, то, что он пикает, когда считает давление. Да, вот это раз, два. В это время он пип, 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 пикает. И когда человек это слышит, вот у моей мамки наоборот, развивается тахикардия. Это высокая частота пульсов. И также на грушу не идет никакой гарантии. Это тоже нужно учитывать. Гарантия только на середушку. Ну, я вроде бы все уже рассказал, все свои вот наблюдения. Сижу, вспоминаю, вроде бы все. Ну, а теперь тогда будем прощаться. Как обычно, пока-пока. Увидимся. Лайк, дизлайк. Хауе бейба. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры подогнал «Симон»